приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке и так сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 30 января 2022 года обязательно сегодня в любое время съешьте кусочек хлеба солью и скажите эти особые слова которые по защитят не только вас но и привлекут изобилие достаток и благополучие вашу жизнь поэтому обязательно просмотрите видео от начала до конца будут много полезной важной и нужной информации также в этом видео поговорим о народном празднике на этот день что можно делать по народным приметам что ни в коем случае нельзя делать чтобы не привлечь беды в свою жизнь и как всегда лунный календарь ну а по традиции как всегда начинаем с народного календаря на 30 января и так 30 января отмечается народный праздник антон перезимник верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного антония великого дымского другие названия праздника этого дня антонина половина антонина перезимняя антон предзимник или перезимья середина зимы в народе отмечают день который получил название антон перезимний и почему называли именно этот день перезимником так как считалось что уже ползимы прошло а значит скоро и весна хотя сегодняшнему теплу сильно наши предки не радовались потому что наши сты с предки говорили о том что антоний лукавый сначала согреет а после морозом затянет и чтобы он не обманул люди подносили в этот день угощения как они это делали они кидали птичкам зерна крошки и верили что птицы наевшись наберутся сил и полетят к антону простить чтобы не обнадеживал зря а подарил оттепель также хозяйки в этот день делали колобки которые являлись символом солнца как это делали мешали пшеничную муку с толокном потом клали масло яйца солили и вливали молоком месили тесто из которого делали маленькие булки их ели не только семьей но и угощали соседей а также несли церковь на антона традиционно отваживали порчу проводили специальный ритуал выходили из дома и шли от крыльца спиной кого к воротам такие следы обозначали что в дом хозяин пришел так они считали что обхитрят нечисть также злую силу убирали с помощью другого обряда серпом чертили поперек линию на дорожке идущий во двор по народным поверьем считалось что все болезни в сине дуги собираются в одном месте чтобы завтра подступиться к людям поэтому на перезиме по всему дому развешивали чеснок и раскладывали разрезанные луковицы согласно поверью на антона 30 января ни в случае ли не готовили бобовые и чечевичные блюда тогда считалось что дети не будут болеть корью оспой чумой и язвой по этой же причине в этот день не пряли и не вязали знаете в день антона перезимников нашего наши предки проводили денежные ритуалы и обряды и еще но ну можно было только в том случае проводить если человек действительно нуждался в деньгах потому что согласно народному поверью человек который сыт магические обряды не только не добавят благосостояния но еще и уменьшит его поэтому вот так наши предки считали что 30 января можно выпросить себе финансовое благополучие ну а именинниками 30 января являются антон антонина виктор георгий егор иван павел сабина и савелий поздравляем с именинами а вот рожденный на антона считалось что это висельчаки и оптимисты дело в их руках спориться у них нет врагов так как это миролюбивые и безотказные люди а в качестве талисмана им следует носить хризоберил и александрит и вы знаете у наших предков бытовало поверье самое главное что нельзя было делать 30 января в день антона перезимнего это разрезать хлеб на две половинки это запрещающая примета появилась потому что хлеб считался символом солнца которая дарит тепло а также его ждут люди животные и птицы кто же ослушается данного запрета может рассердить огненное небесное светило и тогда наши предки считали что солнце не скоро согреет землю на земле может наступить страшный голод и мор не рекомендуется и верить сегодняшней теплой погоде потому что она обманчивая поэтому нужно обязательно сегодня тепло одеваться даже если в вашем регионе сегодня и солнечно и тепло потому что считалось что те кто ослушается это то в скором времени может заболеть также сегодня запрещалось прясть вязать вышивать считалось что иначе дети начнут болеть корью также сегодня рукодельницы 30 января занимались генеральной уборкой стиркой и приготовлением еды нельзя было готовить бобы и чечевицу также обращаем ваше внимание что нельзя сегодня с 30 января оставлять входные двери без защиты от нечистой силы для этого перед ней надо нарисовать черту мелом или углем а на улице провести линию поперек снежной тропы ведущей крыльцу дома также запрещалось в этот день играть снежки кататься с горок лепить снежных баб и устраивать другие веселые игры считала что зима увидит как всем нравится она и не пустит весну поэтому еще не скоро тепло наступит а значит может начаться страшный голод и вы знаете на антона перезимнего обязательно пекли булочку но не просто булочка а виде колобка считалось что тот кто съест такую булочку болеть не будет а заболевший тут же пойдет на поправку поэтому 30 января вы можете выйти магазин супермаркет и купить именно булочку круглой формы съесть и поблагодарить высшие силы за то чтобы вам дали побольше здоровья и конечно же 30 января обязательно поставьте защиту от злых потусторонних сил и далее мы в этом видео поговорим об этой важной практике которые рекомендуем провести в 7 также чтобы чтобы не подорвать здоровье не рекомендуется и 30 января сильно напрягаться поднимать тяжести нельзя сегодня тренироваться и также долго спать сегодня лучшие дела не откладывать на потом постарайтесь все запланированное на сегодня на 30 января сделать по максимуму так тогда удача задержится с вами еще на какое-то время и друзья сегодня день антония и в честь святого антония великого наши предки ставили защиту на дом и семью от зла наше время измените время наших предков наших бабушек прабабушек хлеб выпекали но именно сегодня 30 января вы можете купить хлебушек друзья только пожалуйста купите хлеб не резанный это может быть любой хлеб который вы любите а когда вы придете домой в любое время 30 января возьмите кусочек хлеба бросьте на хлебушек буквально щепоточки солью и скажите следующие слова питаюсь я от хлеба кушаю когда захочу чтобы все вдоволь было и в достатке едим только тот хлеб что сладок после этого съешьте хлебушек и обязательно дайте тем членам семьи с кем вы проживаете чтобы они также съели по по хлебушку хлеб оставшийся не в костюме не выбрасывать а постарайтесь самое ближайшее время его съесть и друзья именно сегодня в этот день 30 января обязательно скажите молитву к святому антонию великому над защиту от зла и других трудностей друзья молитва достаточно большая мы ее ставим в описании к этому видео и вы ее обязательно прочитайте три раза далее друзья у нас с вами лунный календарь на 30 января 2022 года по лунному календарю нас с вами сегодня ожидая 27 и 28 лунный день убывающая луна в знаке зодиака козерог и вы знаете сегодня именно этот день достаточно сильно связан с проявлением интуиции интуитивно можно получить всевозможные сокровенные знания также сегодняшний день сулит множество неожиданных открытий сегодня возможны прозрение и озарение неожиданно может может быть на один выход из какой-то трудной ситуации которая давно не дает покоя но это при условии что если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем еще этот день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг вы знаете сам по себе 30 января этот день по себе очень хороший но он отличается к сожалению дефицитом энергии поэтому так важно сегодня акцентировать свое внимание только на самых важных делах и отмести от себя прочь все лишнее и ненужное идеальным вариантом станет всевозможные духовные практики которые помогут достичь внутреннего равновесия и гармонии сегодня лучше расслабиться любое напряжение сил сегодня к сожалению не принесет вам пользы и сегодня у многих людей могут обостряться интуитивные способности так что будьте готовы к зашифрованному потоку информации умейте видеть знаки и правильно их истолковывать откровения этого дня могут быть вам очень полезны и в дальнейшем кроме внешних источников информации задействуйте свои внутренние ресурсы прислушивайтесь к собственному внутреннему голосу который сегодня будут подсказывать вам правильные решения это поможет найти вам выход из многих ситуаций которые раньше казались какой-то степени вам тупиковыми а чтобы сегодняшний день прошел для вас удачно следует поддерживать себя в легком и радостном состоянии духа и стараться избегать напряжения и волнений в этот день следует быть быть ближе к родным и близким людям есть возможность ходить в гости пообщайтесь ваши родители близкие люди кого вы поддерживаете вас поддерживают трудные моменты далеко от вас тогда обязательно по созвонитесь напишите смс-ку с благо сегодня есть всевозможные социальные сети социальные приложения с помощью которых вы можете отправить хорошее доброе слово также сегодня хорошо путешествовать сажать цветы работать в огороде а также познавать мир с неожиданных сторон и вы знаете этот день тесно связан с водой поэтому удачными будут все морские путешествия болезни не опасны сегодня и будут непродолжительные они к счастью проход без последствий полезны сегодня будут и водные процедуры что же касательно стрижки на этот день то стрижка волос в этот день что же касательно прически именно принесет вам удачу и красоту но это будет только в том случае если вы запланировали визит в парикмахерскую заранее стрижки буду долго сохранять форму а здоровье волос только улучшится наращивание и оздоровительные процедуры благоприятны однако стоит придерживаться только привычных и проверенных методов натуральная длина и густота ваших волос придаст естественный вид вашему стилю и привнесет гармонию в жизнь если несмотря ни на что душа просит чего-то нового сделайте новый макияж или укладку не потеряйте счет времени сегодня еще многое нужно успеть а вот радикальное окрашивание волос естественными тонами принять притянет к вам энергию богатства и здоровья что же касательно самой прически то красивая и необычная укладка волос притянет к вам жизненную энергию день этот наделен максимальной активностью и вас однозначно потянет сегодня на подвиге и обращаем ваше внимание что 30 января постарайтесь как можно меньше смотреться в зеркало если возможно то лучше вообще обойдитесь без него вот такой друзья у нас с вами день предпоследний день января обращаем ваше внимание что скоро у нас с вами 1 февраля несколько будут события это и во-первых и 1 извините 1 февраля и китайский новый год официально вступает свой знак в свои права ну и конечно же новолуния бы заходите на наш канал у нас будет много полезной важной и нужной информации по этим событиям